Съезд самых богатых и самых влиятельных людей мира. В швейцарском Давосе стартовал Всемирный экономический форум. Впервые за 20 лет его посетит действующий американский президент, приедет в Давосе глава украинского государства. Чего ждать от форума и почему он оказался под угрозой срыва, узнаем у Светланы Чернецкой. Всемирный форум в Давосе едва ли не важнейшее политическое и экономическое событие года. В этот швейцарский городок съезжаются мировые лидеры, президенты крупнейших компаний и организаций из 119 стран. Впрочем, проведение форума оказалось под угрозой срыва. Давос засыпало снегом. Мело так, что не успевали расчищать дороги, поезда не ходили. Такого здесь не видели лет 20. Впрочем, сегодня, как по волшебству, снегопад прекратился, и форум начали по расписанию. Открыл его Нарендра Моди. Индийский премьер впервые за 20 лет приехал в Давос. В эти дни в Индии отмечают важнейший праздник – День Республики. Моди решил его пропустить ради форума. Чтобы познакомить участников встречи с новой Индией, он привез с собой звезд Болливуда и лучших поваров страны. Много стран сосредоточены на себе. Создается впечатление, что происходит противоположность глобализации. Неправильные приоритеты создадут негативное влияние, которое можно считать не менее опасным, чем климатические изменения. Создание общего будущего в разобщенном мире – такой девиз 48-го Давосского экономического форума. И как достичь этого, обсудят 3000 участников. Среди них и мировые лидеры. Особенно ждут американского президента. В прошлом году Дональд Трамп приглашение отклонил, а в этом решил приехать. Впервые почти за 20 лет в Давосе будут принимать действующего главу США. Мы обязаны уважать Трампа, поскольку он избран народом. Но это очень хороший знак, что президент приедет сюда и будет взаимодействовать с международным сообществом. Также в Давосе ждут президента Франции, канцлера Германии, премьеров Великобритании, Канады и Израиля. Ожидают прибытия и президента Петра Порошенко. Пока его программу не оглашают, но в планах около 20 встреч. В том числе с Дональдом Трампом, директором Международного валютного фонда Лагард, главой Еврокомиссии Юнкером. Раньше и в МВФ, и в ЕС раскритиковали президентский законопроект об антикоррупционном суде. Так что, скорее всего, этот вопрос не обойдут вниманием. А в целом в Давосе будут обсуждать вопросы глобальной экономики, в частности о криптовалютах, киберугрозах и фейковых новостях. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, телеканал Интер из Давоса, Швейцария.